Еще до старта областной акции Мирусад Лицкий райком ВРСМ собирал информацию о ветеранах Великой Отечественной войны из разных населенных пунктов региона, в том числе и о тех, которые жили в Третьяковском сельском совете. В нем таких оказалось 34. Мы благодарим жителей этого населенного пункта Третьяковского сельского совета за то, что оказали нам помощь. Мы нашли всех родственников, мы со всеми разговаривали и уже когда будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, с каждым родственником мы встретимся, узнаем информацию и будем ее размещать в сети интернет. То есть каждый сможет узнать о жителе, участнике ветерана Великой Отечественной войны, который проживал в Третьяковском сельском совете. Всего в соответствии с книгой память таких ветеранов и участников 34 человека. Сегодня мы находимся еще в поиске, возможно люди посмотрев телевидение позвонят нам и расскажут еще и о других участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, которые проживали здесь на территории этого сельского совета и их будет больше. Но пока мы планируем посадить сад в 34 яблоневых дерева. Местом для закладки сада в Третьяковском сельском совете был выбран агрогородок Йотки, а точнее территория у местной школы. Там сегодня высадили 10 яблонь. Кроме секретарей и специалистов райкома БРСМ, представителей военкомата, Лидского погранотряда и Третьяковского сельского исполкома, участие в акции «Миру сад» приняли родственники ветеранов. Посадила яблоню в память о своем свекре Федоре Коршуне и Ирина Коршун. Когда началась война, ему было 17 лет. Позже он попал в фашистский концлагерь. Домой вернулся после войны. Дети, внуки и правнуки Федора Коршуна знают его историю и через что пришлось ему пройти. Награды и узника, и в честь этих побед всяких. Награды, наверное, 12 штук есть. Как освободили, их тогда приехали, забрали и, как малолетки, отправили на какой-то завод он работал у Баура. А потом проработал и отправили на технику переработать, ну, работать на Советский Союз. И он вернулся домой. А в 49-м он пошел служить в армию, забрали. У каждой посаженной яблони в молодом саду в Йотках установлена табличка с именем и фамилией ветерана. Чуть позже информацию о них, собранную БРСМ-овцами, можно будет получить при помощи гаджета. Кстати, в ее поиске помогали работники Лицкого военкомата. Исходя из того, что деревья посажены возле школы, школьники будут участвовать. И каждый школьник сможет при наличии мобильного телефона отсканировать QR-код и узнать для себя какую-то частичку истории. Ну и это основное, конечно же, это память. Память о тех днях, память о тех людях, которые ценой своей жизни добыли для нас великую победу. И дань уважения, что мы проживаем сейчас под мирным небом нашей Республики Беларусь. Когда эпидситуация в регионе станет благоприятной, инициаторы закладки сада в агрогородке Йотки, представители Лицкого райкома БРСМ, планируют увеличить количество деревьев в саду на 24. На это надеется и руководство сельского исполкома. Акция очень хорошая, очень нужная, потому что живущих ветеранов уже не осталось, ни одного Великой Отечественной на территории сельсовета. Поэтому вот такое событие, вот такая вот акция, она очень важна для преемственности поколений, детям, внукам, правнукам, которые будут проходить мимо. Очень приятно будет посмотреть на вот эти бирки, на фамилии своих дедов, прадедов. И они тоже очень так активно откликнулись на участие в этой акции. Мы, конечно, будем ухаживать за садом, обрабатывать для того, чтобы деревья выросли, чтобы не погибли ни деревья, ни память. Организатор акции «Миру сад» – Гродненский областной комитет БРСМ. Он планирует продолжить свою инициативу. Теперь каждый год первичные организации будут высаживать яблоневые деревья в канун 9 мая, как символ процветания, плодородия, устремленности в будущее и, конечно же, победной весны. В Лицком районе это будут яблоневые сады. Редактор субтитров А.Семкин